всем доброго времени суток вы на канале на что свяжем я оля яком с финальной уже версией видео по поводу юбочки юбочка универсальная на любой возраст вы уже поняли да и здесь мы в этом видео закончим наше вязание покажу вам как можно вязать до бесконечности подол сделаем обвязочку и покажу вам как провязать или связать резиночку и провязать в нее вот такую вот ниточку резиночку класс не забывайте ставить лайки подписывайтесь кто этого еще не сделал и нажимайте на колокольчик следующее видео будет тоже не менее интересными ну что свяжем поехали так смотрите вот мы с вами получается закончили практически 10 ряд теперь необходимо последний столбик соединить с первым столбиком ряда точно также соединительная петелька ничего сложного теперь переходим к следующему столбику точно также соединительной петлей 3 петли подъема начинаем 11 ряд теперь 3 воздушные петельки узора и переходим к столбикам вяжем 3 столбика с накидом 1 2 и 3 далее 3 воздушные петельки 1 2 3 и в наш столбик делаем рога . опять столбик с накидом 3 воздушные петли 1 2 3 и сюда же столбик с накидом понятно да дальше по узору 3 воздушные петельки и опять 3 столбика с накидом мы вяжем так вот лепесточки 1 2 и 3 вот наши лепесточки формируются опять сделали 3 воздушные петельки и внимательно видите к первому столбику делаем столбик с накидом и сразу же к последнему столбик с накидом мы закончили наши лепесточки видели до 3 воздушные петельки и дальше повторяем точно так же 3 столбика с накидом опять 3 воздушные петельки формируем рогатку столбик с накидом опять 3 воздушные петельки и сюда же будем делать столбик с накидом красота да все понятно все аккуратненько опять 3 воздушные петельки и следующий лепесточек наш опять три столбика с накидом 2 и 3 вот видите сегодня лепесточки опять 3 воздушные петельки и соединяем наш лепесток столбик с накидом первый столбик и сразу же в последнем четвертый столбик с накидом ничего сложно вот так вот папа повторяется вас рапорт и вот так будете взять до конца ряда и так смотрите вот мы закончили 11 ряд практически соединяем последний столбик с первым сразу же без воздушных петель все по узору за третью петельку подъема помните да а теперь мы должны пройти все воздушные петельки цепочки и дойти до столбиков опять же в это делайте соединительными петельками и к столбику к верхушке присоединяйтесь все и начинается 12 ряд 3 воздушные петельки подъема дальше следующий столбик вяжем столбик с накидом и в третий столбик вяжем столбик с накидом а дальше делаем 3 воздушные петли и за переднюю ножку нашей рогатки мы делаем 2 столбика с накидом верхушку 1 и 2 опять 3 воздушные петельки и теперь присоединяемся ко второй ножки нашей рогатки к верхушке также делаем 2 столбика с накидом 1 и 2 дальше опять 3 воздушные будем делать петельки по узору 1 2 3 и опять делаем лепесточек 3 столбика с накидом 1 2 и 3 вот такие вот лепесточки формируются еще теперь делаем 2 воздушные петли 1 2 и соединяемся со следующим столбиком опять делаем 3 столбика с накидом 1 2 и 3 и дальше все то же самое продолжаем по узору видите формируются лепесточки красота 3 воздушные петельки и в рогатку делаем 2 столбика с накидом верхушку рогатки 1 и 2 3 воздушные петельки 1 2 3 и в следующую ножку рогатки за верхушку делаем 2 столбика с накидом 1 и 2 и и опять 3 воздушные петельки по узору понятно красота 3 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом 1 2 и 3 то есть уже принцип узора на этот ряд понятен да красота 2 воздушные петельки соединяете со следующим лепесточком сразу же с тремя столбиками раз-два-три и так вот вы будете продолжать до конца ряда давайте итак смотрите практически закончили 12 ряд и соединяем наши воздушные петельки с первым столбиком с накидом но вернее с тремя петельками подъема соединительная петля смотрите все аккуратненько ровненько а теперь вы будете делать 13 ряд точно так же как 10 ряд то есть внимательно приглядитесь и схемку посмотрите точно так же вы провязываете точь-в-точь как 10 ряд из 13 ряда вы вяжете 3 ряда подряд 10 11 12 10 10 11 12 10 11 12 и так далее до нужной вам длины понятно давайте так вот смотрите я провязала 13 ряд полностью 14 ряд провязала сейчас вот я провязываю 15 ряд чтобы показать вам как будет повторяться узора что действительно с 10 ряда будете вязать 10 11 12 10 повторять так смотрите внимательно видите вот 10 ряд 11 12 и снимать на посмотреть 10 13 11 это 14 и 12 ряд это будет дальше повторяться также 15 ряд то есть ничего сложного и дальше продолжать точно также 10 потом 11 будет у вас вот эти вот рога тачки 12 и так далее так далее так далее здесь у вас лепесточки будут сходиться соединяться да и расти дальше а здесь они у вас будут расходиться но с каждым разом они будут все длиннее 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 вы увидите не все и вяжите потом необходимую длину которую вам нужно это если детская юбочка то есть если наш поменьше если взрослые естественно же побольше то есть вот мы с вами связали буквально но не полных 15 рядов вот я связала да то есть вот 9 сантиметров все приблизительно рассчитывайте насколько рядов сколько сантиметров вам необходимо будет провязать ничего сложного все и таким образом вы сами формируете длину своего изделия и там девчат смотрите юбочка сколько и получается если за это без пояса приблизительно 24 сантиметра да тут у меня еще будет рядочек обвязки рачьим шагом хочу сделать чтобы было ну конечно законченный ведь чтобы был и сантиметра 3 сантиметра 3 я хочу делать на резиночку так у нас получится что-то около 28 сантиметров готовая юбочка и так если вы решили что вы уже закончили да то есть вы соединили ваши получается рядочки если вы решили что вам достаточно уже данного данной длины юбочки то есть вы можете на любую длину делать да то что делаем дальше мое предпочтение как обвязывать край воздушная петелька и дальше мы с вами возвращаемся в каждую петельку но идем обратно не справа налево а наоборот слева направо достали петельку провязали возвращаемся следующий столбик 1 достали петельку провязали 3 воздушные петельки и мы в каждую петельку должны будем с вами получать так вот дайте раз да ну как петельку в цепочку саму 1 2 секундочку вытянули 2 и 3 дальше идем столбик за верхушечку хватаемся вытягиваем ниточку 1 следующий 2 и следующий 3 и опять раз два три поняли до шагаем назад поближе раз за шагнули 2 петельки на крючке провязали их опять шагнули 1 2 петли на крючке провязали видите вот именно вот так вот заканчивается рядочек это будет считаю что лучше нежели так опять вы можете провязывать обычными столбиками но вот нравится мне рач и шаг что сделать и так до конца ряда полностью по всей юбочки возвращаемся сюда потом будем уже делать резиночку хорошо так 10 смотрите практически готова юбочка да то есть я ее обвязала еще я ее от парю что делаем дальше дальше у меня по плану обвязка идет нашего поясочка но мы будем его не просто обвязывать сейчас на 2 наш краешек где мы начинали вот ниточка так а это будет резиночка и она будет из рельефных лицевых и рельефных изнаночных до изнаночных столбиков и так вот допустим этот вот кончик да это будет начало нашего вязания что мы делаем вот вводим в верхушечку столбика одного из столбиков вы можете в любом другом начать столбики так вводим крючок делаем 3 петельки подъема 1 2 3 и что я предлагаю я предлагаю вот этот вот первый наш столбик провязать рельефным лицевым столбиком с накидом накид вводим крючок таким вот образом столбик перед крючком захватываем ниточку провязываем 1 1 следующую петельку следующую петельку мы провязываем вот таким вот образом то есть у нас столбик будет за крючком опять же будем ли ниточку 1 1 следующий столбик ниточки мы потом все запрячем мы рельефный лицевой так провязываем а следующий наоборот столбик идет у нас сзади рельефный изнаночный и вот таким вот образом чередуем 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 мы провязываем полностью весь наш ряд следующие столбики ничем отличаться не будут но я вам покажу как переключиться и сейчас мы заканчиваем этот ряд и потом встречаемся в конце этого ряда договорились шахматном порядке начали лицевой потом изнаночный автоматически автоматически он начнет да вот поясочек наш немножко сужаться по размерчику то есть мы даже можем с вами сейчас замерить сколько у нас на начало нашего вязания сантиметров давайте замерим то есть вот так вот на 8 15 21 26 30 ну пусть будет 34 до естественно 7 умножаем на 2 это нас получается 68 сантиметров а когда мы свяжем резиночку полностью мы еще раз замерим и вы посмотрите насколько резиночка стала меньше очень все по порядку хорошо и так вяжем целый ряд рельефными лицевыми рельефными изнаночными столбиками с накидом давайте и так смотрите вот мы довязали до наш первый ряд резиночки сейчас я немножечко вернусь обратно показать вам так вот наш последний столбик этого ряда соединяем соединительным петелькой с первым столбиком и продолжаем вязать точно так же то есть там где у нас так столбик подъема будет там где у нас рельефный лицевой мы провязываем рельефным лицевым там где у нас рельефный изнаночный мы опять провязываем рельефным изнаночным то есть столбик у нас сзади крючка и так далее там где у нас лицевой лицевой там где у нас изнаночный изнаночный договорились и тогда у вас получается вот такая вот резиночка видите самое интересное что она есть наш такая но чуть-чуть как бы тянется и вы сделаете ровно столько высоту сколько вам необходимо договорились давайте так еще смотрите все я связала получается свою резиночку я считаю что мне этого будет достаточно так у меня резиночка получается 3 сантиметра что мы делаем дальше вы уже знаете да мы кончик наш отрезаем естественно аккуратненько его прячем прячем и получается с левой стороны то есть тут ничего сложного обязательно зафиксировали чтобы у нас никуда не убежала наша ниточка правильно а дальше мы просто-напросто я вот так вот обычно делаю петелечку и потом мы в нашем вязании нашем вязании просто эту ниточку прячем ничего сложного вообще нет я потом еще одну больше допрячу я к вам покажу просто что вот так вот мы вязание что вот берем любую петельку и прячем и у нас эту ниточку видно вообще не будет у нас никуда не убежит никуда не денется таким вот образом кончики все убираем подрезаем так смотрите дальше получается у нас по плану что я хочу убираем эти ниточки я хочу по плану вязать вот такой вот резиночку у меня вот есть такая розовенькая я думаю даже если возьмите беленькую она будет тоже смотреться незаметника иголочка я покажу вам а сейчас я буду ее гладить и покажу вам хорошо итак у нас есть наличие юбочка я вот так вот соорудила вам платформу даже было видно что мы делаем мы естественно и переворачиваем на левую сторону а Продолжение следует... Вот я прогладила. Вот такая вот красота. Ровненько, аккуратненько. И я вам обещала, что я замерю сантиметром, насколько у нас уменьшилась резиночка. Вот мы с вами здесь измеряли, получилось 68 сантиметров. А с резиночкой... Так, аккуратненько. Вот так вот, да, немножечко, потому что уже закручивается. Ну, практически 28-28 с половиной, то есть 56. Поняли, да? Ну и для того, чтобы она, естественно, не спала, я обязательно применю еще вот такую вот резиночку. Чуть-чуть. Договорились? Покажу, как. Так, девчон, последний этап нашей юбочки. Это мы будем ввязывать резиночку, да? Вот такую вот резиночку. Ну, и так, как бы, юбочка держится, да? Но я все равно ввязываю для того, чтобы немножечко поплотнее. Кто-то любит полегче, тот поплотнее. Так, хочу найти, хочу найти именно нашу ту... Видите, как запрятанно даже и не найдешь. Вот. Наше начало вязания. Так. Что мы делаем? Хочу показать несколько способов. Итак, естественно, что мы делаем с левой стороны. Понятно, да? Вот. Наше начало вязания. Мы можем с вами резиночку сделать. Смотрите, сколько раз. Раз, два, три, четыре, да? Мы можем сделать два раза. Мы можем три раза сделать. Тут уже как захотите. Сколько у вас этой резиночки будет. Желание, так скажем. И вообще. Тут, как бы, никто не ограничивает вас в вашем начинании. Итак, например. Берем в любом месте. Как я делаю. Возможно, вы по-другому делаете. В любом месте берем, вводим нашу резиночку. Можно было, конечно, для контраста взять другой цвет. Но я хочу уже вам показывать и уже вязать. Обвязывать. Итак, сделали узелок. Раз. Привязали. А следующий, смотрите, делаем два раза. Заматываем. Раз. Замотали. Вытянули. Но не завязываем, а еще раз заматываем. Раз. Второй раз. И только теперь мы все это завязываем. Не переживаем. У нас на никуда уже наша резиночка с вами не денется. Отрезаем. Прямо по самый краешек. Все. С ней уже ничего не будет проверено. Итак, какие у нас есть варианты. Мы можем захватывать с вами каждый ряд. Это рельефный лицевой. Так. Захватили. Да, вот так сейчас я зафиксирую. И дальше берем просто петельки от этого столбика. Можем брать петельку вот так вот и провязывать как столбик. Так. Смотрите, еще раз. Взяли за петельки столбика. Взяли нашу резиночку и провязали как столбик обычный. Еще раз взяли. Захватили ниточку и провязали как столбик. Сильно не тяните, потому что резинка в процессе вот именно этих образований петелек, она уже сама затягивается. То есть, саму резиночку держим легенько. И так далее. Таким вот образом. Видите? И вот она уже стягивает сама по себе. Видите, стягивает. Когда она растянется, она будет хорошо держаться на поясе. И так далее, и так далее. Потом вы, естественно, по кругу, по спиральке, вы пойдете на следующий ряд, да? То есть, вы довяжете по кругу, дойдете до сюда и перескакиваете автоматически на следующий ряд. И точно так же второй ряд. Опять перескочили третий ряд и так далее. Раз. Это первый способ. Второй способ. Вы просто можете вот так вот, как соединительная петелька, да? Взяли ниточку, протянули и сразу же ее протянули через две петельки. Дальше. Смотрим опять. Взяли у нашего столбика петельки, резиночку и сразу же протянули и протянули через две петельки. Еще раз показываю. Взяли нашу, наш столбичек, петелечки. И вот так вот раз. И как соединительная петелька протянули. Видите? Нитку я, резинку вернее, я не тянула. Она у меня вообще легенько ходит по пальцу. Опять взяли. И просто протянули. Видите? Она точно так же, вот, она сжулькивается. Кому удобно делает соединительными петельками, кому удобно делает столбиками без накида. Ну, естественно, да, вот такая резиночка будет торчать. Но поймите, она как бы уже перепробована на детских вещах. Ребенку вообще не мешает, хорошо держится, не слетает. Классно. Ну, естественно, желательно под цвет. Но если нет под цвет, то беленький подходит ко всему. Класс. Скажите, класс. Надеюсь, у вас получится. Вот так вот до конца ряда. Спускаетесь вниз. Следующий ряд. Спускаетесь вниз. Тут уже по желанию. Три ряда, четыре ряда. Какая у вас резиночка? Супер. Давайте, творите. Так, девчат, смотрите, я закончила резиночку. Видите, как она растягивается классно. Да, получается, сейчас, если мы замеряем нашу резиночку, естественно, еще больше уменьшилось, да. Вот если вот так вот смотреть, то практически на 22 сантиметра, да. Если вот так вот мы проведем, немножечко так вот закругленное, да. Ну, вот, 21. Я считаю, что будет прекрасно сидеть на талии юной модницы. И смотрите, я хочу показать, какая красота у меня получилась. Я решила сделать в три ряда. И я решила сделать соединительными петельками. Так, девчонка малюсенькая. Будет классно у нее сидеть на пузике. Итак, и смотрите, получается, видите, с ряда в ряд переходила. То есть так вот ряда, потом хоп, спиралька, хоп, вниз. Опять дошла, опять вниз. И вот у меня заканчивается, получается, ниточка моя. Я сделала воздушную петельку и отрезаю благополучно, подтягиваю. То есть я уже одну петельку сделала. Для того, чтобы для собственного личного спокойствия, да, я могу еще, так скажем, ну, в любом месте присоединить, сделать петельку где угодно. И вот так вот затянуть еще раз. Все. Душа спокойна. Ничего не развяжется. Ничего не распустится. Ну, и потом вот так вот аккуратненько прячем в ниточку и в резиночку наши кончики. То есть все как обычно. Все. И получается в итоге наша красота готова. Я вот так вот немножечко дальше пройдусь. Ну, шик, блеск, красота. Скажите, да? Вот. Вот оно все наше изделие. В готовом виде получается 28 сантиметров. Юная модница будет красавица. Все аккуратненько. Да, еще раз проглажу, пропарю. И будет вообще шикарно. Ставьте лайки. Не забывайте, комментируйте, пробуйте, вяжите. У вас обязательно получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!